Второй день гражданского форума начался не с обсуждения насущных проблем, а с оздоровительной пробежки и последующей зарядки с олимпийским чемпионом. Возглавили акцию первые лица общественной палаты, как областной, так и федеральной. Остальную массовку составили сотрудники торгово-промышленной и общественной палаты. Это не приурочено ни к чему, это некая попытка что-то такое затеять постоянно. Здорово было бы, если бы сегодняшнего дня периодически граждане выходили, делали зарядку и бегали. Официальная часть форума представляла собой набор переговорных площадок с различной проблематикой. Состоялась и презентация социально ориентированных проектов некоммерческих организаций, получивших грант на свою реализацию. Среди них оказался фонд САУ, воспитывающий молодых волонтеров и получивший грант на открытие 15 филиалов нашей области. Действующий на базе госноаркоконтроля клуб «Патриот», который занимается не только физической, но и религиозной подготовкой детей до 18 лет, получил президентский грант. Региональные власти очень четко выполняют установку президента, передачи части полномочий чиновников обществу. Однако получается, что в нашей стране остается надеяться только на волонтеров, а не на государство. Не должны чиновники эти функции возглавлять и исполнять, потому что некоммерческая организация все эти работы будет производить именно через конкурс. И будет большая прозрачность, более удобный контроль за исполнением этих функций. Ну, это в современном мире так заведено. Конечно, волонтерство – это здорово. Представьте себе, если государство возьмет на себя только опеку, допустим, над малоимущими людьми, инвалидами или престарелыми людьми. Это не наша придумка, это повторение прошлого. Ведь было же тимуровцы. Другая площадка была посвящена действительно важной проблеме – противодействию коррупции. А именно, чем могут помочь обычные граждане силовым структурам. Ведь зачастую люди боятся сообщать о правонарушениях. Общественники считают, что необходимо добавить в законодательство соответствующую норму о коррупции, активизировать антикоррупционное просвещение граждан с помощью общественных организаций и бесплатные юридические консультации. В общем-то, не такие уж у нас вероятные данные получили мы от студентов Академии права. Респонденты фиксируют рост коррупции на всех уровнях власти – федеральном, региональном, муниципальном. Крайне негативно респонденты оценивают ситуацию в ЖКХ, а рост корруппированности свидетельствует в 59% анкетированных граждан, 44% участников публичных мероприятий, 45% представителей общественных организаций. Все попытки наладить диалог между гражданским обществом и властью по-прежнему остаются на уровне задачи и указов со стороны чиновников, а общество – лишь исполняющее звено для достижения глобальных целей, поставленных Владимиром Путиным. Валерия Повелко, Александр Чумаков, Открытый канал.